Виталий, приветствую тебя! Сегодня у нас крайняя встреча в этом году. Уже такой большой путь прошли, собственно, обсуждая рынки, подсказывая всем нашим подписчикам, как можно использовать возможности, которые есть. Надеемся, что контент, друзья, вы используете, он вам приносит пользу. Всегда мы открыты к предложениям. Это тоже традиционный призыв. Если что-то нужно, опять же, добавить, убавить, обязательно пишите в комментариях. Ну что, есть возможность обсудить такие глобальные тенденции. Я думаю, что можно придерживаться нашего с тобой прежнего сценария, но если, опять же, будет желание, я думаю, точно будут исключительно только благодарные. Если, Виталий, попробуешь обозначить, скажем так, долгосрочные тенденции, уже либо ожидания на предстоящий год, 2024, что там будет в целом с рисковыми инструментами, с фондовым рынком, с криптой и так далее. И, конечно же, в новом году мы продолжим держать руку на пульсе и освещать уже по горячим следам тоже, как и не каждый неделю, как мы это, собственно, делаем, то, что происходит. Сейчас на рынке вяленько, скажем так, я думаю, все прекрасно понимают, чем это связано. С одной стороны, можно сказать, что из-за низкой ликвидности у нас такая вот вялая динамика будет до конца этого года. Только лишь после праздников появится возможность насладиться влиянием буквально всей силы ликвидности на то, что происходит. Но от себя хочу отметить, что в условиях низкой ликвидного рынка может произойти все, что угодно. И какой-то новостной вброс, какая-то новость. Мы привыкли к тому, что в последнее время действительно реализуется все самое неожиданное, самое неподходящее время. Поэтому есть еще несколько дней до конца этого года рабочих, таких трейдерских будней. И в каждой из этих дней может произойти, конечно же, все, что угодно. Нужно быть готовым, не терять бительность, контролировать риски, как и всегда. Ну, расслабляться еще рано. Виталий, как думаешь, вот эта вот тенденция, которая сейчас на рынке есть, очевидная, полученного спроса на рисковые инструменты. Причем я здесь не разделяю сейчас, знаешь, рисковые активы валютного рынка, либо рисковые активы фондового. Просто говорим о риске, который пользуется спросом, в то время как доллар остается под давлением. Зима золоте, которое растет, и вот удивило нас в начале декабря новыми максимумами историческими. Влетели мы в район 2145 долларов, потом скорректировались очень сильно, почти на 200 долларов. Сейчас снова растем 2063 доллара за трость к унцию. Для золота это как бы уже новая реальность. То есть золото уже будет выше 2000 и обосновываться на новых максимумах. Либо все-таки есть как бы другой сценарий, ты считаешь, что вот сейчас как раз по риску пиковые уровни дальше будем только снижаться. Вот в принципе такие глобальные тезисы, если есть желание, можешь сказать, будет очень интересно. Итак, всех приветствую еще раз. Ну, по поводу золота, у меня мнение, если рассматривать долгосрочно, я вижу только рост. То есть что такое золото? Это не просто защитный актив, когда на рынках происходят какие-то форс-мажоры, трейдеры уходят, покупают доллар, покупают условно иену, швейцарские франки, золото, как было раньше. Но золото, я думаю, оно будет немножко на ступеньку выше, возможно, в 2024-2025 году, так как это такой защитный актив, когда, скажем, инвесторы не будут доверять ничему. Потому что там вкладываются какие-то активы, и ты не знаешь, он будет завтра или не будет, условно, или какие его цены будут. А вот золото, это что-то как волшебная такая палочка. И будут в него инвестировать, здесь вопрос только, когда оно прям двинется. Или уже мы с текущих идем, выше 2000 мы находимся, и дальше будет рост. Или еще будет какая-то коррекция, то есть, как последние два года мы болтались в диапазоне 200 долларов. Цели по золоту такие долгосрочные, я вижу, это первые 3-5 тысяч долларов, да, и, возможно, выше, там, в район 10-15 тысяч. Потому что, вот, если рассматривать прошлый пик роста золота, это когда оно было, там, где-то по 300-400 долларов, да, еще, там, лет 20 назад, то оно, там, сходило на 2000, то есть, у него такие бывают волны роста достаточно длительного, да. Поэтому, вот, я что-то такое жду, но это должно быть недоверие к системе, что-то должно произойти. Пока это не происходит, как мы видим, вот, ты затронул тему S&P 500, перспектива его, как я вижу, я был скептиком по поводу фондового рынка, медведем весь год, первые, там, половина года оно отрабатывало, а вторая половина года не пошло, и сейчас я вижу альтернативу на рынке, что рынок еще будет расти, то есть, какое-то время, вот, тот же евро, фунт расти будет, S&P 500, так как у нас, почему они растут? Вроде бы все плохо, вот, смотрим на рынок Китая, там все очень плохо, логически рынок падает. Смотрим на S&P 500, на немецкий индекс DAX, где, там, в Германии очень все плохо, но рынок растет. Почему это так происходит, я думаю, инвесторы не вкладывают деньги в реальную экономику, потому что там нет смысла вкладывать, да, то есть, перспектива не очень, а куда? Фондовый рынок, да, и, мне кажется, за счет этого он и растет, то есть, не потому что там, возможно, процентные ставки будут снижать, возможно, это и есть тоже частичная причина, но я вижу, вот, глобально, да, когда вот есть куча, триллионы денег, куда их вкладывать? Есть реальный сектор экономики, ты в него не веришь, а есть фондовый рынок, вдруг пойдет, и он так разгоняется. Поэтому перспектива еще фондового рынка вижу в начале, там, 24-го года, там, плюс-минус, уже будем по факту смотреть. Евро сильный рост и фунт-доллар аналогично, ну, там, снижение индекса доллара тоже сильное, там, ниже 100, я думаю, мы увидим, там, в первом квартале плюс-минус. Ну, и по поводу рынка криптовалют, как раз сегодня затрону, я вчера делал специальный обзор по рынку крипты на своем обзоре, там, ну, дальше я уже по графикам отмечу. Окей, давай. Я в целом с тобой солидарен в плане того, что текущие тенденции на рынке сохранятся, и если говорить про фундаментальный фонд, тоже согласен с тем, что реальный сектор, опять же, диверсификация, отсутствие выбора, либо, напротив, этот выбор очевиден, что пытать удачу в том, что растет, ну, а почему не покупать то, что обновляет исторический максимум, действительно, каждый месяц? Ну, тот же, да, тот же, еще один сектор инвестирования, это недвижимость, да, вот, допустим, есть там, условно, там, производство, недвижимость, рынок финансов, да, вот, недвижимость тоже, она падает сильно, и поэтому инвестор, как раньше думал, ну, можно запаковать так надежно деньги, там, еще в недвижимость, да, а здесь она тоже очень сильно падает, в том же, в Китае, там, я вообще не говорю, в США аналогично, там, жилая недвижимость, или, там, вот это, под сдачу, то есть, поэтому так. Так, окей, ну что, давай тогда немножко адаптируем к тому, что я сейчас, как мы скрываем год, мы с тобой, безусловно, будем обсуждать перспективы всех этих инструментов в 2024 году, но сперва нужно еще торговать 4 торговые сессии этого года, и, в принципе, у нас есть возможность попробовать спрогнозировать, где в итоге, в конце года, могут оказаться инструменты, за которыми мы с тобой уже очень долгое время следили. Давай начнем с меня, с индекса доллара, к демонстрации экрана переду. 101.27 пунктов сейчас по индексу доллара, снижение, очевидно, это связано с тем, что рынок перегружает сознание относительно того, что же будет составка Федрезерва в следующем году. Очень много было статистики под конец прошлой недели, сегодня как раз, ну, более-менее есть возможность уже на остаточном эффекте эти данные еще поотрабатывать, но, наверное, обвал доллара в конце прошлой недели, он был уже как бы кульминацией самого значительного снижения уже этого года. Наверное, более интересное движение мы увидим только уже в следующем году. Но, в целом, если вернуться к отчетам, прошлой неделе это были данные по ОВП, индекс расходов на личное потребление, продаж домов, который рынок недвижимости затронул, действительно, сейчас спрос составляет желать лучшего, продаж домов, кстати, снизились в прошлом месяце на 12,2%, а до этого было падение на 4,4%. Те релизы, которые я назвал до этого, тоже там есть определенного рода вопросы. Наверное, важно все-таки проговорить ситуацию с индексом расходов на личное потребление, потому что это индикатор потребительской активности, как мы знаем, индикатор, на который смотрит ФРС в оценке. Ситуация с инфляцией. И то, что у нас снижение с 3,4% до 3,2%, это подтверждает то, что инфляция продолжает замедляться. Я очень жду уже декабрьские цифры посмотреть в итоге, где же окажется ли все-таки индекс потребительских цен ниже 3% уже от США. Ну, наверное, все-таки окажется. Поэтому ФРС по итогам заседания 2 недели назад уже нам дал понять, что повышение ставки уже мало вероятно, или точнее уже не будет. И нужно готовиться к снижению ставки. После выхода вот этих данных, которые я назвал, вероятность снижения ставки в марте уже составляет 78%. То есть рынок начинает все больше верить в то, что это прям неизбежный сценарий того, что ФРС будет корректировать инвентарную политику. И доллару очень болезненно. От этого мы видим то, что этот актив продолжает снижаться. Но причем толпа остается в длинных позициях. Считают, что не может вот так вот просто доллар беспрепятственно валиться вниз. И на каждом уровне сначала это была отменка 103-102, сейчас это уже будет уровень 101. Все думают, что должен произойти разворот. Я уверен, что вряд ли этот разворот возможен. По крайней мере, для тех пор, пока мы не коснемся вот этого психологического рубежа 100 пунктов. Хотя я не думаю, что этот уровень сможет остановить распродажи, либо дать какую-то интересную реакцию для покупателей, чтобы они смогли отыграться. Поэтому я остаюсь предан пока прежнему сценарию, то есть ожидаю дальнейшее снижение доллара. Нужна дополнительная фундаментальная поддержка. Опять же, очень скоро нонфармы, отчет по инфляции. Ну и постепенно уже будем готовиться к этому потенциально судьбоносному мартовскому заседанию. Время летит очень быстро, мы это все прекрасно знаем. И не успеем провести там парочку эфиров, как наступит этот март, и будем уже говорить о завершении первого квартала нового года. Пока вот есть то, что есть. По золоту, 2063 доллара за тройскую консу. Ранее я рекомендовал этот актив, этот инструмент, только лишь покупать. Целями локальные были 2060-2070. Мы их еще в конце прошлой недели сделали. Сегодня могу точно сказать, что толпа остается в продажах, что повышает вероятность движения золота еще выше. Но хватит ли ликвидности, чтобы обеспечить вот это и поддержать восходящее движение? Да, потому что силеных нужно уже очень много. Мы, по сути, остаемся на локальных максимумах, выше только уже исторический хай. И для того, чтобы золото улетело выше, нужно, чтобы сильно просел индекс доллара и сильно просели доходности американских облигаций. Опять же, думаю, что до конца этого года вероятность того, что что-то появится настолько значимое, что может сильно обвалить доллар и доходности треши, она маленькая. Думаю, что золото так и будет консолидироваться в ближайшей торговой сессии в диапазоне нескольких долларов, но может попробовать еще до конца недели протестировать повторное сопротивление 2070 долларов за грязь к унусу. Но я остаюсь оптимистом, считаю, что вот эти текущие уровни выше 2000 – это новая реальность уже для золота, и к ней нужно привыкать. Мы будем периодически обновлять, может быть, даже исторические максимумы. Короче, я почти уверен, что следующий год для золота может быть очень результативным, и золото будет дорожать, оставаясь чуть ли не одним из немногих инструментов, которому еще, может, будут доверять, если речь идет о крупных деньгах, ну, в плане диверсификации портфелей и выбора каких-то альтернативных инструментов для инвестиций. По золоту я оптимист, ну, наверное, другого я ничего не мог сказать, учитывая то, что я ставлю на снижение курса американского доллара. Так, и, Виталий, еще хотел я подсветить. Так, рынок нефти – 79 долларов за баррель, тоже в латильности так себе. Фон неоднозначный. С одной стороны, мы следим за тем, как вызывают события в Красном море, знаем вот эти инциденты, связанные с нападением на суда емельских куситов. Вроде бы как судоходные компании уже начали перестраивать логистику, управляют сюда уже не через… уже в обход африканского континента, через Гибралтарский пролив. Но это нужно понимать. Это серьезное увеличение расходов, это серьезное увеличение срок поставок. И, кстати, увидел статью, что вот текущие события в Красном море, их даже сравнивают с последствиями ковида, потому что тогда тоже были очень сильно нарушены срочки поставок. А поскольку сейчас нет возможности прогонять суда в безопасном режиме через Суэцкий канал, получается, что под вопросом беспрепятственная поставка почти 20% всех морских перевозок. Вот тоже нужно какие-то долгосрочные выводы в связи с этим делать. Для нефтянки эффект, я не думаю, что будет сильно долгосрочно, потому что все-таки есть и другие пути поставок углеводородов. С другой стороны, есть и компенсаторы, которые, даже если появляется позитив, сейчас все-таки склоняют чашу весов в сторону потенциальных распродаж. Этим негативным моментом может выступить прецедент такого, скажем, ну, развал, наверное, громкое слово, пока не будем его использовать, но все-таки уже первая ласточка есть, Ангола, которая покинула страны ОПЕК. Этот альянс, да, место одной из последних, это 15-й по величине производителей нефти в мире. Ангол добывает чуть больше миллиона баррелей в сутки. Если взять те же самые, то же самое в Саудовской Аравии, мы знаем, что это больше 10 миллионов баррелей. И не очень-то должен быть и велик вклад, опять же, Анголы в общие показатели вот сделки энергетического пакта. Но здесь даже интересно, что следом за Анголой могут просто последовать другие государства, которые тоже были не очень-то и согласны с политикой ОПЕК. Мы это помним по последнему заседанию, когда не с того, на сего взяли и перенесли дату его проведения, потому что были другие страны, которые не соглашались с тем, что нужно согласовывать дополнительные ограничения по добыче. Я думаю, что вот просто верхнефть не пустит сейчас. Может быть, я еще даже поддержал идею тех, кто сейчас готов покупать из-за в том числе геополитических рисков. Но сантимент, я на него всегда обращаю внимание, указывает на то, что большинство все-таки трейдеров сейчас как раз в длинных позициях. И мне кажется, что мы завершим этот год все-таки ниже 80 долларов за баррель. И прежде чем нефтянка, если и найдет основания для роста, скорее всего будет еще коррекция в районе 70 долларов за баррель. Может быть, даже в начале следующего года. Пожалуй, нефть – это один из немногих рисковых инструментов, в рост которого я пока еще не верю. Так, на этих активах я останавливаюсь. Виталий, слово тебе тогда. Так, ну, прежде чем начать к аналитике, еще хотел добавить такие два момента, которые я раньше не знал. Почему ведутся войны, да? не потому, что за какие-то территории захватывают и так далее, а за коридор поставок товаров со своих стран и контроля этих коридоров. Допустим, даже вот, даже вот я ходил недавно на новый фильм, вот этот «Наполеон», да, там тоже вот Франция, Англия, Российская империя, там Австрия воевали за коридоры вот эти там. там еще было так в фильме, так вот, прошла какая-то там конфликт, они такие, о, там договорились по поставке товаров своих, как бы. И то же самое сейчас, то есть, вот эти все конфликты, смотри, то есть, какой-то локальный конфликт, но уже блокируется достаточно сильный коридор. как бы вот так. Ну и по поводу выхода Анголы, кстати, Аргентина, что же она там против вот этого глобального юга, а Ангола и Аргентина, она, скажем, как бы, ну, не контролируется США, но под, под эгидой США, поэтому они тоже ставят палки в колеса. Так, ну, это так в двух словах. Ну, давайте пройдемся по рынку, пройдемся по тем инструментам, которые мы обсуждали в прошлый раз. Я, в принципе, некоторые активы обсуждал, и они, как на мое удивление, все отработались. Они, в принципе, с тобой совпадали, некоторые, да. Так, по евро-доллару. А, еще хотел напомнить, вот, сейчас мы проанализируем рынок, и, в принципе, если кто-то хочет аналогично научиться понимать рынок, а не просто скажем так, ну, нельзя такое слово использовать, тупую шортить, там, условно, там, как золото шортят некоторые, да, некоторые активы, да, то есть, нужно научиться понимать логику, как рынки работают, и у меня на YouTube-канале есть куча роликов обучающих, как рынки ходят, да, то есть, там очень все просто, есть импульс и коррекция. Против импульса нежелательно торговать, потому что можно, можно получить маржин кол. Итак, начнем с евро-доллара. В прошлый раз мы с тобой вот здесь торговались по евро-доллару в этой, в зоне 1.09, там, плюс-минус, вот здесь мы торговались, и я говорил, что я за покупки евро-доллара, ты аналогично, локальные цели 1.10 мы сделали, я думаю, что мы пойдем выше, но вопрос будет, ли это с текущих или через какие-то коррекции, да, то есть, я вот покупал на прошлой неделе евро с ребятами в закрытом канале и советовал им потихонечку стоп-лоссы двигать под уровень 1.10, да, то есть, на случай, если будет какая-то коррекция, чтобы ее не пересиживать, а выйти в позитивной ноте, да, по евро-плюсе и дальше уже искать новые точки захода, потому что евро ходит, как видим, через разные коррекции. Новых идей давать не буду, но удерживаю старые позиции по евро-доллару. Аналогично фунт-доллар, вот на этой отметочке я покупал фунт-доллар, аналогично жду его выше, вопрос, будет ли оно с текущих, надеюсь, что да, потому что сижу в покупках и жду выше 1.28, посмотрим, будет ли оно до нового года, потому что у нас только в четверг новости по США, в принципе, рынок такой вялый, сегодня Европа не торгуется, а в пятницу рынки там работают половину дня, поэтому посмотрим, но я за покупки фунта, поэтому фунт, кто ранее не покупал, я бы его потихонечку подбирал, все, что выше 1.26, я за покупки по данному инструменту. Дальше, еще в прошлый раз советовал торговать австралийский доллар на пробой уровня 1, точнее 0.67.30, мы его красивенько пробили, даже несколько вариантов входа было по стратегии на пробой, с отката от зеркала, вот мы его пробили, и, в принципе, неплохо отработались, мы практически почти одну фигуру сходили. аналогично по данному инструменту, пока новых идей нет, возможно, через коррекцию дальше буду снова покупать данный инструмент. По нефти, нефть, в принципе, неплохо сработала, я в прошлый раз рискнул купить, основываясь на вот этих проблемах в Красном море, плюс это был как бы первый сигнал, второй сигнал была отличная модель на покупку выше уровня 77, мы неплохо сходили в район 80, то есть почти 3 доллара мы сходили, я удерживаю дальше нефть без убыточки, можно ли дальше докупиться, в принципе, в принципе, можно, чуть-чуть, конечно, вот пятницу ее слили, можно, можно рискнуть, но очень аккуратно, потому что вижу, последние дни немножко сливают, очень аккуратно, если с рисками, то где-то в районе 78, не должны сюда в принципе уже уходить, если будут уходить, то, наверное, будут ломать вот этот восходящий тренд, я рассчитываю на возможный среднесрочный рост по нефти выше 80, там, в район 90, посмотрим, возможно, это уже будет после нового года, поэтому нефть удерживаю прошлые покупки, дальше по факту посмотрим, ну и по золоту мы с тобой в прошлый раз покупали, в этой отметке в районе там 2030, это плюс-минус, локальные цели мы сделали, аналогично золото я удерживаю без убытки, то есть такой плюсовой зоне стопы потянул ниже 2050, вот этого уровня сопротивления, который ранее был, надеюсь на дальнейший рост, но не исключаю, что у нас здесь возможно к новому году могут скорректироваться еще, поэтому стопы позитивной ноти, так как у нас видим золото, оно как ходит, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, и не исключаю вот этот рост, а потом какая-то коррекция, если она будет, буду дальше докупаться, да, и пока удерживаю старые позиции, ну и что нового такого, которое я хотел отметить, это рынок криптовалют, напомню, в прошлый раз, когда мы с тобой общались во вторник, я советовал биткоин и там эфир, ну и другие монеты покупать, по биткоину мы торговались где-то в районе 42 тысячи в прошлый раз, ставил цели на максимум и выше, максимум мы почти добили, там осталось несколько сот долларов, но я вчера, у нас вчера что было, 25 числом, понедельник, я перевернулся с быка сильного в такого медведя, такого гризли, да, американского, напомню, биткоину последние несколько месяцев я советовал только покупать, очень хорошие были паттерны на покупку, практически там от отката или на пробой, то есть очень отлично, то есть практически октябрь, ноябрь и даже вот декабрь я покупал биткоин и на текущий момент здесь, как мне кажется, формируется модель на сильный разворот по рынку криптовалют, насколько она будет, да, будет ли это реальный разворот, я буду это сопровождать, потому что рынок меняется, допустим, прошлый вторник я был быком, да, этот вторник я медведь, то есть текущих плюс-минус мы шортим на отмена сценария, если мы пробиваем прошлонедельные максимумы в районе 44 с копейками, вот эти максимумы локальные, поэтому там ставим риски и шортим с целью локальной 40 тысяч и если мы дальше пробиваем 40 тысяч, я думаю, там филикомедия по рынку криптовалют, то же самое эфир, кто-то ругует на выбор, кто-то любит биток, кто-то эфир, будущий здесь ключевой уровень 2300 с копейками, вот этот, аналогично я вот здесь на прошлой битве аналитиков советовал где-то в этой зоне покупать, мы локальные цели сделали, дальше я вижу, что пошла борьба за уровень и смотрю, здесь образовалась такая хорошая модель на возможный разворот тренда, то есть шортим секущих с целью 2100, дальше, если мы пробиваем 2100, здесь аналогично будет сильное снижение, поэтому уровень криптовалют, это конкретно касается биткоина эфира, возможно, какие-то монеты там еще будут добивать свои максимумы, допустим, тот же в прошлый раз в своих обзорах я советовал покупать там Солана, она там вообще космос показывает и некоторые монеты там, но вот такие гиганты я думаю у нас рост возможно этот рост закончился среднесрочно вот если биток смотреть вот у нас такой хороший и вот в прошлом импульсе, который у нас был если это коррекция, то мы дальше будем очень сильно падать, это то, что я вижу, а если сценарий будет меняться, то мы следим, потому что рынок может менять альтернативы делать и так далее, так, все, пока у меня все по рынку. Виталий, спасибо тебе за рекомендации, за то, что пробежался и по рынку валют тоже, ну что, давай тогда буду надеяться успешно закрывать этот год по тем тенденциям, которые были обозначены, в целом настроения на начало следующего года тоже определены, если что-то изменится, мы с тобой увидимся каждую неделю и соответственно будем адаптироваться к тому, что на рынках будет происходить и при необходимости менять ориентиры и, друзья, конечно же, вам подсказывать, если в этом будет необходимость, что нужно перестроить, изменить и так далее. Виталий, тебя с наступающим новогодними праздниками, тоже хорошо закрыть этот год в плане трейдинга, чтобы все нормально было. Ну, увидимся уже в январе, будем готовиться к следующим инфоповодам, серьезным событиям, и я надеюсь, что сможем подсветить, дать еще не один десяток классных торговых идей уже нашим подписчикам в предстоящем новом году. Спасибо тебе еще раз и всего хорошего с наступающими праздниками. Тебя тоже с наступающими и всех аналогично, всем профитов до Нового года и после Нового года аналогично. Встретимся там в Новом году. Всем пока. Пока, Виталий. Виталий.